Четыре месяца они борются с невидимым врагом, рискуя своей жизнью. Уже в это воскресенье врачи России отметят свой профессиональный праздник. На этот раз День медика имеет особое значение. Внимание всего мира приковано к врачам, которые борются с пандемией коронавируса. Ума Ибрагимова о героях нашего времени. Ее день начинается и заканчивается в стенах больницы. Мадина Шапива работает здесь, в красной зоне, с 8 утра до 9 вечера. Она в числе первых медиков, кто начал принимать коронавирусных больных в республике. Бывала забыта усталость, бывало забыты какие-то свои личные моменты, какие-то семейные моменты. Все силы физические, моральные были отданы пациентам. Но сама Мадина Магомедовна к такой нагрузке привыкла. Она работает в больнице уже 25 лет, как и ее близкие. В семье Шапиевых одни медики. У меня не было точно дома, потому что это был мой профиль. Но все остальные жили. Они вас поняли, в общем. Поняли, да. Я хотела подобрать правильное слово. Поняли, да. Они поняли и поддерживали меня, конечно же. В больнице Мадина Шапива нашла не только свое призвание, но и приобрела друзей. Медик признается, что ее близкими людьми стали именно бывшие пациенты. Я в своей жизни очень многому именно в жизни научилась у пациентов. Потому что каждый пациент – это человек, прежде всего. И всегда есть чему поучиться. А вот Аджимагомед Джамалиев – самый молодой медик в этой больнице. Он пришел на подмогу коллегам в период пандемии сразу же после окончания вуза. Буквально за две недели Аджимагомед научился пользоваться новыми аппаратами в реанимационном отделении. Парень работает через сутки и следит за состоянием каждого пациента. В период пандемии дагестанские врачи помогли тысячам пациентов, среди которых и уникальные случаи. Так, в первой городской больнице, к примеру, впервые провели операцию пациенту с коронавирусом – лапароскопию по удалению аппендицита. А во второй городской медикам удалось спасти жизнь больному ковид с 95% пораженных легких. Один я знаю, кто здесь болел, тоже знаю, как это перенести, как перенесли все. Спасибо, честно говоря, врачам, медсестрам, всем очень за нас старались. Говорят, даже словно, спасибо им всем. В Хасавертской больнице врачи спасли от коронавируса ребенка-грудничка. Месяц они боролись за его жизнь и смогли завести сердце после остановки. Сейчас ребенок снят с аппарата ИВЛ и дышит уже самостоятельно. Первыми удар на себя приняли врачи Республиканской инфекционной больницы. За три месяца они вылечили более тысячи пациентов с коронавирусом. Очень тяжело, мы за всех болели, за весь Дагестан, когда они поступали, когда они лежали в коридорах, когда они были очень тяжелые. Мы старались им помочь, чтобы они быстро вылечились. Ежедневно люди в белых халатах совершают настоящий подвиг, сохраняют здоровье людям и дают шанс на выздоровление даже безнадежным пациентам. И порой делают невозможное. Вот и в свой день они снова на рабочем месте. Ведь лучший подарок в профессиональный праздник – это еще одна спасенная жизнь. Мы уже еще не отошли от этого ритма работы бесчинного. Я даже не знаю, что мы будем делать во время отпуска. Даже мы себя не представляем, потому что так привыкли переносить вот эти добруски.